Всем привет, с вами Ванок. Мой ролик по мусору в workers and resources Soviet Republic вроде бы оказался полезным, а поэтому я решил снять еще одно видео руководство по игре. Важнейшая часть игрового процесса Soviet Republic это налаживание производственных цепочек собственной республики. Вам предстоит добывать руду и нефть, строить заводы и конечно же создавать инфраструктуру для гладко работы предприятий и получения граждан вашей страны нужных благ. Для этого разработчики предусмотрели сразу несколько интересных механизмов, правильное использование которых позволит облегчить себе жизнь. Сегодня мы поговорим о различных соединениях, которые используются в игре, а также немного залезем в автотранспорт. Итак, знакомьтесь, заводские соединения, конвейерная лента для двух видов груза и трубопровод. Сейчас мы поговорим о отдельности. Заводские соединения это, если говорить проще, служебные дороги. Они используются для всего, что нельзя пролить или просыпать. Кирпичей, панелей, еды, коров, мусора и других товаров. Раздел строительства с ними имеет больше всего различных зданий, обилия которых поначалу может запутать игрока. Но на самом деле все просто. В первую очередь отметим, заводские соединения могут быть прямыми, то есть короткими либо длинными с использованием погрузчиков. Прямые подключаются непосредственно от одного здания к другому, на длину порядка 50 метров максимум и нужны для непосредственного взаимодействия заводов и складов между собой, без каких-либо активных действий. Как правило, такая схема предусматривает подключение склада на выдаче либо непосредственной передачи от одного завода к другому. В рамках прямых соединений ресурсы перетаскиваются максимально быстро, что очень полезно для налаживания эффективного производства. Для этого мы должны протянуть заводское соединение от одного здания к другому, но не оба как, а от специальных слотов, помеченных иконками. В отличие от обычных дорог, мы не можем построить такое соединение в свободно выборном месте или протянуть его в никуда. Только от точки А к точке Б. Да еще и с учетом лимитов. Нельзя строить слишком длинную линию и делать слишком острые углы. Ну и само собой нас ограничивает неровности ландшафта. Прямые соединения можно делать односторонними через специальный инструмент. Как правило, нужно ли взаимодействие складов друг с другом и, в некоторых случаях, при отгрузке мусора. А вот если вы отправляете что-то на склад с завода, то соединения и так односторонние. Не имея склада на товар, завод не сможет его завозить назад. Например, если вы отгрузили все готовые стальные болванки на склад, через заводское соединение, а потом решили забрать немного болванок к грузовикам с завода, грузовик не сможет высослить их. Ведь на заводе ничего не осталось, а со склада через соединение ресурсы назад не поедут. Так же, кстати говоря, не едет назад мусор сложено специальную контейнерную площадку. В соединении с погрузчиками используются гораздо реже. По сути они нужны для сложных структур, когда вам нужна разветвленная схема, либо если вам надо положить дорогу на большую дистанцию. В этом случае нужно построить один или несколько перекрестков от которых развести линии к складам и заводам, а также подключить к схеме гараж автопогрузчиков. В этом случае товары сами кататься не будут и вам нужно будет настроить задачи вручную. Вообще любой дополнительный элемент, будь это перекрестка или какой-нибудь мод из мастерской ломает короткую схему, учтите это. Что до задачи, то они настраиваются через меню гаража, выбираем нужные точки, ставим что откуда забирать и куда везти, покупаем погрузчики и вперед. Учтите что погрузчики гораздо медленнее прямых соединений, а еще их мало, хотя последний справляется модами на более крупные гаражи. Кроме того для работы погрузчиков обязательно нужно закупить в гараж бензин и вы все равно должны тянуть такую дорогу от одного слота в другой. Еще одна деталь, соединение не может пересекать обычной дорогой или в принципе любой другой наземной элемент инфраструктуры. Есть моды, которые добавляют переходы в нужном месте, но тогда ломается простая схема и вам нужно будет использовать погрузчики, так что заранее планируйте размещение зданий. С конвейером одновременно и проще и сложнее. В игре он разделен на два типа, обычный и для сухих грузов. Суть действия у них одинаковый, отличается только груз. В втором случае это только лишь цемент и оксид алюминия, в то время как обычно это руда, железо, уголь и гравий, а поэтому данное соединение будет беспокоить вас заметно чаще. Как и заводским соединениями, нам нужно подключить здания к специальным слотам, но конвейер не ограничен длиной. Точнее как, через всю карту вы конечно его не протянете, но вы просто строите конвейерную башню и продлеваете дистанцию, никаких отдельных погрузчиков вам нанимать не надо. А вот тянуть его можно только от одного слота к другому. Есть у конвейера еще одна проблема, он очень не любит пересечения с дорогой. Да, в отличии от заводского соединения, вы хотя бы можете его протянуть сквозь другой элемент инфраструктуры, но повозиться придется порядочно, главным образом, чтобы найти место, где опоры не будут создавать коллизии. Та же конвейерная лента, в отличии от нее от других надземных коммуникаций, не может быть поднята или опущена вручную, все регулирует высота конкретного соединения. Мой вам совет, качайте моды на альтернативной конвейерной башне, кстати говоря, есть такие и от моего авторства. Обратите внимание, что у конвейера есть направления входные и выходные, это значит, что лента будет двигаться только в определенную сторону, что-то только разгружать, а что-то только загружать. Конвейер по скорости примерно сопоставим с короткими заводскими соединениями, так что ресурсы будут поставляться достаточно быстро, а для его работы достаточно наличие тросомартерной будки по соседству. Ну то есть в биоэлектричество работать они конечно же не будут. Еще один важный нюанс, хотя это кажется абсурдным, через конвейер может ползти сразу несколько ресурсов. Например, если у вас рядом стоят железные и угольные шахты, вы сможете свести отгрузку в них в одну ленту, а в точке назначения уже развести ее по отдельным складам. Главное в этом случае случайно их не закольцевать, тогда может возникнуть ситуация, когда вместо того, чтобы брать ресурс шахты, он будет по кругу гонять их между двумя зданиями. Ну и еще один момент, если линия оканчивается складом, то стоит на нем поставить галочку хранить только этот ресурс, дабы склад случайно не поменял свои политические убеждения, когда опустеет. То есть, допустим, хранил он уголь, уголь закончился, и тут бац, с него железо повалило, если вашу линейку сломало. Трубопровод, вероятно, вы будете использовать реже всего, но там, где вы его будете применять, он окажется просто незаменимым. Стоит отметить, что в игре несколько типов труб. Здесь мы говорим именно о трубах для нефтехимической промышленности, то есть нефти, бензина, битума, искусственных удобрений и тому подобного. Как и в случае с конвейером, трубы, как правило, имеют входное и выходное соединение. Как и в случае с прямым заводским соединением, они ограничены длиной, порядка 275 метров. Теперь хорошие новости, нефтепровод может быть и подделным, и надделным. Мало того, вы можете вручную выбирать высоту или глубину расположения, что делает трубы единственным практически не конфликтующим с другими линиями элементом инфраструктуры. Та же труба может быть построена в никуда, то есть ее не обязательно начинать строить от зданий и заканчивать строить в здании. Ну и само собой, все здания должны быть построены в радиусе действия трансформаторной будки, иначе нефть перегоняться не будет. У топопровода, как и конвейера, есть свои хабы, насосные станции и резервуары. Насосы позволяют продлить нефтелинию, ведь ограничение работает только на беспрерывный участок трубы и заодно действует как к развесителям. Тут у нас есть два варианта – с тремя входами и одним выходом, либо наоборот с тремя выходами и одним входом. Резервуара, в свою очередь, нефть не качает, то есть если их подключить к выходу, который сам вся нефть не перегоняет, то он заполняться не будет, но зато они продлевают линию и служат как хранилище топлива. Ну и наконец дороги общего пользования. Хотя дороги – это тема отдельного ролика, в данном конкретном случае надо рассказать о них с точки зрения инструмента доставки товаров. Построив специальное здание и задав фиксированный маршрут, вы сможете отправлять свои грузовики из точку А в точку Б. Да, это самый медленный и наименее эффективный способ, но он работает в тех случаях, когда все остальное не работает, то есть когда вы не сможете подключать специальные соединения. Наиболее эффективным является вариант с использованием распределительной конторы. Возводим эту постройку, покупаем через ее интерфейс нужные грузовики и задаем маршрут. Тут мы действуем так же как и с погрузчиками, то есть сначала задаем сами здания, а затем указываем что с ними делать, забирать ли из них груз или возить на них. А также выбираем если надо конкретно тип товара, это полезно для тех случаев, когда вам нужно из одного и того же склада что-то забирать и что-то на него ввозить, при этом чтобы у вас не ломалась схема. Главное помнить, что нельзя задавать здание одновременно быть источником и потребителем одного и того же товара в отдельно взятой конторе. Если хотите использовать склад как хаб, то одной конторе дайте задание возить на него ресурс, а другой наоборот забирать, иначе игра просто будет тупить. Приятным бонусом именно контора является то, что вы можете определять какой именно ресурс возить, на сколько заполнять склад и сколько оставить ресурсов в месте забора. Что интересно, для работы конторы не нужно электричество, хотя она его формально просит, также необязательно заливать непосредственно в ней бензин, машины могут пополняться в ближайшие автозаправки перед отправкой на маршрут, но это конечно же еще больше снизит их эффективность. Альтернатива конторам ручное назначение маршрута. Покупаем грузовик на автобазе и прокладываем им персональный маршрут так же как или конторы. На дальнейшем на созданный маршрут можно подключить другие грузовики и тут в принципе все просто. Главное не забудьте, что грузовикам нужны заправки по пути следования, причем если речь идет о длинном маршруте, то желательно и в месте назначения и в месте отправки. Еще иногда могут оказаться полезными станции перегрузки. Во-первых это разгрузочные и погрузочные площадки для сыпучего груза. Они позволяют грузовикам гораздо быстрее набирать или сбрасывать груз, что ускоряет процесс его доставки. Если в принципе сброс груза как правило производится достаточно быстро, просто потому что у нас здесь работают самосвалы, то насыпаться он будет довольно долго без этой станции. Подключаются такие площадки через конвейер, так что рекомендую всегда оставлять свободный слот у гравийного заводика. Во-вторых это автомобильные хабы, их главная фича это то, что вы можете подключать к ним несколько складов. Что будет делать хаб источником для загрузок или выгрузки товаров. Подключение осуществляется через заводское соединение, т.е. передавать сможете только те товары, которые поддерживаются конкретно заводским соединением. В дополнение к сказам надо отметить, что аналогично работают и железные дороги, но железки как обычные дороги требуют отдельного обсуждения. Также в грузоперевозках, связанных с дорогами, вы можете задействовать вертолеты. Для этого нужно подключить и грузовую вертолетную площадку к дорожному хабу и настроить маршрут. Вертолеты позволяют организовать снабжение труднодоступных мест, а также использовать их для снабжения строительных контор. Ну а на этом я загуляюсь, спасибо всем за просмотр данного видеоролика, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи.